Бывшую депутата Виолетту Иванову освободили из изолятора НЦБК и перевели под домашний арест на 20 суток. Решение приняли судьи апелляционной палаты Кишинева, удовлетворив таким образом ходатайство стороны защиты. Как и четверо ее задержанных ранее бывших соратников по партии, Иванова является фигурантом дела о незаконном обогащении. Сегодня судьи также рассмотрели запросы адвокатов Артура Решетникова, Владимира Витюка и Сергея Сырбу. Об изменении и меры пресечения все остаются под стражей. Запрос стороны защиты еще одного экс-парламентария рассмотрят в понедельник. Рассмотрение запроса адвокатов Виолетты Ивановой и оглашение состоялось в отсутствии, обвиняемой которой, со слов защитников, не смогла прийти по состоянию здоровья. Госпожа Иванова чувствует себя очень плохо и попросила рассмотреть запрос в ее отсутствии. Она невиновна. В апелляционную палату сегодня доставили и экс-главу Сиба Артура Решетникова. Среди прочих заявлений для прессы он отметил, что прекращает голодовку, которую объявил в день своего задержания. Я завершил голодовку. Если вы спросите, почему, чтобы не быть слабее монстра, которая заказала беззаконие против меня. Кого вы имеете в виду? А кто в республике Молдова желтый монстр? В суд пришла и супруга Решетникова. Со скамьи подсудимых он справился о здоровье детей, после чего оба обнялись. А вот прибывший в зал суда Сергей Сырбух был немногословен. Как вы комментируете обвинения? Я уже прокомментировал их. Как чувствуют себя ваши родители? Мы видели публикацию, что они в плохом состоянии. Не знаю, у меня нет информации. Сегодня же судьи рассмотрели запрос адвоката Владимира Витюка. В понедельник рассмотрят апелляционную жалобу Анатолия Загородного. Чтобы поддержать коллегу, в апелляционную палату пришла группа людей во главе с Мариной Таубер. Почему некоторые, которые совершили тяжкие преступления, находятся под домашним арестом, а людей, у которых никогда не было проблем с законом, нужно унижать подобным образом? В конце прошлой недели антикоррупционные прокуроры совместно с сотрудниками Службы информации безопасности провели обыски в домах 13 бывших парламентариев. В результате были задержаны экс-депутаты Сергей Сырбу, Артур Решетников, Анатолий Загородный, Владимир Витюка, а также Виолетта Иванова. Их подозревают в незаконном обогащении, а в результате обысков были обнаружены и изъяты крупные суммы денег. Подсудимые вину не признали и обвинили главу государства вместе. В администрации президента всяческую причастность к делу отвергли.